МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АВЦБА в 2019 году работала старшим участковым в столичном УВД. В день тройного убийства на набережной была на работе. 22 ноября 2019 год я находилась на работе в УВД по городу Сухум. Это, по-моему, была пятница, если я не ошибаюсь, рабочий день. Мой ребенок был в садике. Точного времени не могу путаться. Мне надо было уже забрать ребенка из садика. К этому времени я выходила из города дела, объявили тревогу. Мне пришлось вернуться обратно на работу. Так как ребенка моего больше никто не мог забрать, близких родственников у меня в Сухуме здесь нет, я позвонила князю Важане, попросила, чтобы они с Демуром забрали моего ребенка. Демур зашел в сад, забрал ребенка, и они поехали домой к ним. На следующий день, 23 ноября, у сына Кристины был день рождения. Утром вместе с Жанной Князевой свидетель отправилась на рынок за продуктами. Жанна обещала помочь приготовить, так как у Кристины Авецба не было духовки. После рынка девушки разошлись по домам, но к приходу гостей Жанна не появилась. Я находилась дома, занималась подготовкой, должны были прийти дети, гости. В общем, Жанна задержалась, уже, наверное, 5-6, ну, вечерела, я ей названивала. Она говорит, подожди, сейчас, подожди, тут не получается. Я, ну, как-то особо не вдавалась. В общем, пришла она поздно, в показаниях, может, я указала, я сейчас не помню. Ну, поздно было, в общем, по времени. Нет, она не принесла, там буквально мелочь какая-то была, она сказала, что у нее не получилось. В общем, не стала она, я ее расспрашивала, ну, видно было, что она просто была расстроенная, на нервах, не знаю. Мы сели вместе с ней за стол, немножко выпила она, расслабилась. Какое точно время, продолжительность времени, не помню, сколько она сидела. После чего позвонила дату, он был на ее машине, сказал, и телефон находился на кухне, Жанна зашла в ванную комнату. Когда телефон зазвонил, я ей крикнула, я говорю, тебе кто-то звонит, она говорит, подними. Я подняла, увидела, что дату, он говорит, где Жанна, я говорю, она в ванной комнате. Он говорит, скажи, чтобы она спускалась, я приехала. Я говорю, ну, поднимайтесь, неудобно как-то поднимайтесь, присоединяйтесь, потом вместе. Он говорит, нет, я спешу, я не один, но я плитнула Жанне, сказала, что за тобой приехали. Надеялась очень. Перед уходом Жанна Князева предложила Кристине на следующий день, 24 ноября, поехать на день рождения ее внука в Адлер. Как поняла свидетель, у Жанны с Димуром произошла размолвка. Она приехала за мной, мы собрались, направились в сторону границы, по дороге заехали, на ее машине. Я не помню, праворукая, голубая, голубого цвета такая. Мы по дороге заехали к моим родителям в Питсунду, оставили моего ребенка и пересекли границу. Она была чуть спокойнее, но как бы тоже, в основном она акцентировала то, что они поздорились с Димуром. А причину ссора на ней объясняла? Первое время нет. Это вот на обратном пути как-то вскользь что-то просто. Когда мы пересекли границу обратно, Димур звонил, спросил, где он, скоро мы приедем или нет, почему так поздно задержались. Ну, попросил сигареты там заехать взять. А у вас сигареты будут? Собрание, по-моему. Ну, спылила, да, по-своему сказала, что-то там не жирно будет, что-то такое. Ну, и сэмоционировала. На обратном пути из Адлера Жанна Князева рассказала о причинах размолвки с Димуром Ахалая. Когда мы уже обратно ехали, она сказала, что Димур привел или к Димуру пришел родственник, брат, кто-то, мужчина какой-то, не знаю, я сама не знаю, кто он. Ну, его присутствие меня смущает, я не хочу, я хочу с Димуром как бы вместе побыть, а этот мужчина, я его не знаю, вообще первый раз вижу, кто он такой. Ну, в общем, на этом фоне как-то ей просто не приятно. Кристина Аветсба рассказала, что Жанна Князева интересовалась, выезжает ли ее знакомый хирург на дом. Это было не обращение, это было между разговором. Фатима является моей подругой с Гиемой, ну, как супруг ее, я знаю его. Когда она спросила, ее муж, ну, Гия, там, выезжает на дом, там, кто-то лечит, я подумала, может, какая-то ситуация там произошла. А ранее, до этого, очень давно у Жанны были проблемы со спиной, она как-то меня тоже спрашивала, может ли он ее осмотреть. И я думала, ну, что-то по такому поводу. Потом я сказала, что он занят, у него там график. Она говорит, я говорю, а в чем проблема, почему домой, человек лежачий или там больной, старик, кто, кому. И вот тогда она сказала, что там человек, находящийся дома, наступил на гвоздь, у него там рана, не знаю, в общем, как-то она скользко это все сказала. Я сказала, нет, если человеку нужна медицинская помощь, пусть обращается в больницу. К самому врачу или его жене Кристина тогда не обратилась, но спустя несколько месяцев в разговоре с ними упомянула, что такой запрос был. Свидетель также рассказала, что в последующие после убийства дни Жанна как будто избегала визитов Кристины к ним домой. Да, я звонила ей пару раз, так как мы живем недалеко. Я ее звала к себе, она сказала, ну, говорила, что она занята, потом я говорила, что хочу зайти. Она говорила, что они уехали в деревню, их нет дома. Ну, как бы, не знаю, у них свои дела, взрослые люди, я сейчас так особо не интересовалась этими делами. После чего я как-то вышла в магазин с ребенком, гуляла, это там недалеко, вот наши дома находятся. И решила дойти, это было утром, то есть в тот день мы с ней еще не созванивались. Прошла с ребенком между дворами прогуляться, увидела, что их машина стоит во дворе. Ну, думаю, наверное, приехали. Я ей позвонила, она сказала, нас нет, мы там в деревне, по-моему, или где-то. Мне просто чисто как бы по-человечески стало неприятным тот факт, что я понимаю, что они дома, они как бы меня избегают, не знаю, мне просто стало некомфортно как-то. Я больше не стала ничего говорить, развернулась, ушла. Отвечая на вопросы адвокатов, Кристина Авецба рассказала, что последний раз видела Жанну Князеву в здании СГБ после того, как ее задержали. Им предоставили возможность поговорить наедине, и Кристина убеждала Жанну сотрудничать со следствием. После этого были только переписки в WhatsApp, отношения испортились. В очень непростых мы не общаемся. Не общаемся. Чем это вызвано? Ну, чем может быть это вызвано? У меня ситуация не из приятных. С одной стороны, это моя фамилия, с другой стороны, это крест. То есть, с ее стороны, может, какие-то обиды были по поводу того, что я, может, что-то сказала. В принципе, она все это сама сказала. А с моей стороны, мне как бы, ну, неприятно, это фамилия моя. То есть, на этой почве мы как бы, она была обижена, и все. И я, в принципе. В том, что я подтверждаю то, что было на самом деле. То, что я могла бы просто много чего не говорить. Адвокатов Тандил Чкадуа передал Кристине Авецба распечатки переписки с Жанной Князевой и спросил, узнает ли она эти сообщения. Эту переписку вам скинула Жанна, я вам скажу больше. Здесь очень много вырвано из контекста. И ее слов, и моих слов, и много чего я бы не посоветовала. Вот здесь вы говорите, что я никогда не пройду на сумму и не буду давать показания. Вы прямо здесь пишите. Вы говорили такое? То, что я с ней лично обсуждала, я имею право об этом это не утверждать. То, что там моя фотография, это не значит, что… Я задаю вопрос. Вы говорили, что никакая сила вас не приведет и никакие показания давать на суде не будет. Глупость. Я такого не помню. Здесь прямо написано ваше переписание. Вы уверены, что это мой номер? Автандил Чкадуа продолжал задавать вопросы относительно переписки. Кто-то в зале высказал замечание в его адрес. На это отреагировали подсудимые. Началась перепалка. Судьи удалили Беслана Бганба и Дату Ахалая из зала суда. Вынесли предупреждение присутствовавшим в зале. После того, как порядок был восстановлен, Автандил Чкадуа ходатайствовал о том, чтобы суд ознакомился с содержанием переписки. Судьи предложили адвокату задать вопросы свидетелю, опираясь на полученные документы. Вы говорили Жанне, что вы никогда не придете давать показания. Скажите мне число, когда это было написано. Число, да. Я из-за этого просто... Вы сами ознакомьтесь. Я из-за этого не хочу. Вот сами. Мне просто нечего. Мне нельзя. Это моя личная переписка. 21 февраля 2022 года. Вы понимаете, что 21 февраля 2022 года я была на 9 месяце. И мой посыл был таков, что меня никакая сила не может заставить прийти туда. Она вам говорила, как вы могли дать показания ложные в отношении Дзимура и якобы, что Тепискир оказывал помощь какому-то. Она могла, зная заведомо, что она хочет передать, видать вам эти сообщения, она могла написать все, что угодно. Она написать мне. Вы же ответили. Не помню. Не помните? Да. Ну вот, Ваша честь, она не помнит из-за этого здесь все написано. И речь идет о убийстве, речь идет о показаниях, речь идет о Дзимура и Ахалая, речь идет о предписке, который был здесь запрошен. Здесь все открыто видно. Если суд хочет установить истину, вы ознакомьтесь просто. Вы просто ознакомьтесь. Если посчитаете нужным, приобщите. Но для вас на все вопросы ответы здесь в Вашей честь. Участники суда высказали свое отношение к ходатайству Автандила Чкадуа. Сторона защиты поддержала коллегу. Обвинения и адвокат потерпевших выступили против. Данные, которые ссылается адвокат, во-первых, неизвестен источник его происхождения. С его слов он общался со свидетелем обвинения, которое представило суду информацию о том, что она не может приехать в Абхазию, ввиду наличия у нее долговых обязательств. Кроме того, данная информация защищена Конституцией Республики Абхазии. И без согласия свидетеля предоставляет сведения, являющиеся персональными или личными данными. Я считаю, что это грубейшее нарушение Конституции и уголовно-процентрального закона. Свидетель заявил о том, что здесь не все соответствует действительности. Вырваны слова из контекста. Я прямо сегодня создам чат с Алицбекристиной, назову знакомого с Алицбекристиной и напишу все, что угодно. На вопрос защитника Алицбекристина пояснила, что в настоящее время у них сложные отношения, они в ссоре друг на друга обижены. Поэтому говорить о правдивости этих слов, о правдивости этой информации изложенной, это же не то, что на ознакомление, я считаю, что нельзя прорывать допрос. Необходимо снять с рассмотрения данный вопрос, так как он не является процессуально правильно оформленным, неизвестен источник происхождения этих документов. Это ксерокопия с телефона адвоката, а не с телефона, то есть необходимо первоисточник для удостановления информации. Поэтому вас и просили бы продолжить допрос. Автандил Иванович пытается нарушить сразу несколько статей Уголовно-процессуального кодекса, также и Конституции Республики Абхазии, в частности, Уголовно-процессуальный кодекс, статья 13-я тайной переписки, которая может быть нарушена только по судебному решению, 241-я статья, гласность, в которой может быть переписка оглашена только в случае, если будет дано согласие тех лиц, которые переписывались между собой. Ни Жанны Князеву мы не спрашивали ее мнения по этому поводу, ни мнения Кристины Алицба не спрашивали по этому поводу. Более того, защитник пытается представить эти документы все равно, несмотря на то, что на обозрение, тот документ суд не может просто втихомолку посмотреть на этот документ. Этот документ должен быть оглашен в зале судебного заседания. Я считаю, что невозможно в данной ситуации без присутствия самого человека, который передал информацию Автандилу Ивановичу, который подтвердит и представит действительно первоисточник, потому что этот документ представляется как доказательство того, что якобы свидетель, который дает сегодня в зале судебного заседания показания, дает ложные показания. Так пытается преподнести защитник Чкаду. Считаю, что оснований никаких в соответствии с нормой процессуального кодекса нет для того, чтобы приобщить эти записи, так как не соответствует признакам достоверности данного документа. Выслушав стороны, суд отказал в удовлетворении ходатайства Автандила Чкадуа. Личную переписку Жанны и Кристины не исследовали, допрос продолжился. Отвечая на вопросы адвокатов, Кристина Авицба вспомнила, что 23 ноября 2019 года, перед тем, как отправиться с Жанной на рынок, она оставляла сына дома у Демура Ахалая, поднималась в квартиру, посторонних не видела, но и во все комнаты не заходила. Прокурор Даур Амичба ходатайствовал об оглашении показаний Кристины Авицба, данных в ходе предварительного следствия, так как в них есть ряд существенных расхождений. В частности, день, когда она узнала о том, что у Демура и Жанны дома появился гость. В тот день, как я и говорила выше, мы ждали гостей на застолье по случаю дня рождения моего сына. В течение дня я терпически звонил, а Жанна спрашивала ее, когда она придет и принесет готовые блюда к праздничному столу. Она говорила, что скоро придет, однако это все затянулось, и она пришла лишь к 9-10 часам вечера. Того дня была сильно взволнована и раздражена. После того, как мы выпили немного за праздничным столом и расслабились, Жанна мне тихим голосом сказала, что у нее дома находится в комнате какой-то посторонний незнакомый мужчина, которого, как она сказала, привели. Кто именно привел, она не сказала, сказала, что это ее раздражает. Ей запретили входить в комнату, и ей это все надоело. Второе расхождение в показаниях заключалось в эмоциональном состоянии Жанны по дороге в Адлер и в том, кому предназначались сигареты собрания. По дороге я заметил, что Жанна какая-то странная, без настроения, взволнованная. Среди прочих разговоров она упомянула, что у них с Демуром, с телесными повреждениями, находится незнакомый мужчина. Она поругалась с Демуром по этому поводу. Я не стала лезть в все это, просто стала ее успокаивать, поддерживать морально, хоть мне и показало это странно. По пути мы оставили моего ребенка у моих родителей в городе Пицунта и далее направились на границу. Прибыв туда, мы оставили машину и направились в Адлер на день рождения ее внука. Примерно в 9 вечера мы с Жанной пересекли границу, сели в ее автомашину и направились домой. Демур названивал ей на телефон, спрашивал, почему так долго ее нету, скоро ли она приедет, попросил купить сигареты фирмы собрания, несколько патчей. Жанна была возмущена, говорила, не слишком ли жирно их гостю покупать такие дорогие сигареты. По дороге в Пицунте забрали моего ребенка, побыли у родителей примерно около 40 минут, после чего снова направились дорогу в Сухум. И в пути она вскользь сообщила, что тот незнакомый парень, которого привелись к ним с Демуром, дал домой, наступил на гвоздь. Кристина Авецба не смогла вспомнить, о чем говорила с Жанной Князевой после задержания Демура Ахалая. В материалах дела это зафиксировано. Далее я могу путаться в датах, ошибаться на день или два, так как прошло много времени. То ли 25, то ли 26 ноября Жанна приходила ко мне и говорила, что тот мужчина, который находится у них дома, ранен. Ее это очень обеспокоило. Я стал подозревать, что это, возможно, связано с убийством, произошедшим 22 ноября 2019 года, и сказала об этом Жанне. Однако она об этом ничего не знала. Еще через день, могу ошибаться, Жанна снова приходила ко мне и сказала, что Демур говорил ей, чтобы она соврала мне, что они уезжают в деревню и их не будет дома. Чтобы я не приходила к ним и не увидела того мужчину, находившегося у них дома. Еще через несколько недель, после того, как задержали Ахалая Демура, она мне уже откровенно сказала в истерике, в том, что вышеуказанного незнакомого ей мужчину в их дом привел Ахалая дату. Мужчина был ранен и о том, что во всем этом, по ее мнению, виноват Ахра Джопуа. Я уверена, что находясь в одной квартире с указанным раненым мужчиной, Жанна смогла видеть его лицо и может его опознать. Свои подписи свидетель подтвердила, при этом опровергла, что Жанна Князева говорила о ранении у гостя. Если это свежие показания, может, тогда были более точными, я могу путаться. Но единственный момент, она не говорила ни о каком ранении. Она говорила, что просто наступил на гвоздь. Там слово «это рана», «это не ранение». Ну, я не знаю, может, описали так это. Прокурор Даур Амичба и судья Майя Квецыния спросили Кристину Авецба о роли Ахры Джопуа. Кристина Авецба ответила, что давала показания со слов Жанны Князевой. Кто такой Ахра Джопуа, она сама не знает. Димур Ахалая также изъявил желание задать вопрос свидетелю. Жанна не могла никак сказать, что во всем этом виноват Ахра Джопуа. Она вообще про это его существование не знает. Ну, вы задайте вопрос. Второй момент, до 3-го числа, я думаю, что она почти по обеду ребенок на стол. При тебе же с Жанной мы поругались, потому что я хотел по Чемчуру поехать, а она не хотела поехать до 3-го числа. Это так было? Это же при тебе было, ты еще гоняк, судилки по Нескану, а все остальное ты сочинила. Я тебе что могу сказать? Что за все дело? Следующий свидетель Валентина Джумиади в 2019 году продавала картины у колоннады на Брехаловке. Я сидела на стуле, подъехала, значит, машина белая, прям рядышком, вот получается, здесь, где перегораживается. Она вот так встала сбоку, когда они вышли, с одной стороны, с другой стороны, мужчины в военной форме, закрытая маска. Вот я здесь вот, во-первых, начали стрелять сразу, и я испугалась. С одной стороны вышли, с другой. Один человек стоили, с двух. И с передней, с передней. Потом я уже рванула, забрехала, лежала там. Ирена Осинская, третий свидетель, это супруга Инала Цвижба, дома у которого было обнаружено оружие подсудимого Дату Ахалая и его начальника Ахры Джопуа. У нас в квартире шел ремонт, часть вещей у нас хранилось на соседней площадке, ну, на площадке, в однокомнатной квартире, вещи наши личные. И в какой-то момент я попросила супруга повезти меня туда, и, ну, что-то я зачем-то туда поехала, в общем. Когда я приехала, начала искать нужную мне вещь, и обнаружила там оружие. Это был автомат. Один, два или три, я уже не вспомню, да. Ну, я поинтересовалась, что это, почему оно здесь. Он отмалчивался, я начала выпытывать, ну, как это может сделать женщин. У нас на этой почве возник спор. Он сказал, что это оружие, его начальника, лежит по просьбе, и это скоро уберется. Начальник, да? Ахра Джопа. Завершая заседание, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об оглашении показаний свидетеля Дианы Якубу Зуноглы. Вместо этого суд предпримет меры по установлению местонахождения и вызову свидетеля в суд. Суд также даст запрос работодателю свидетеля Чануглы на предмет длительности его командировки за пределы Абхазии. Вместе с тем суд удовлетворил ходатайство о принудительном приводе свидетеля Алхаса Джопуа и потерпевшего Рустама Шамба. Следующее заседание состоится 13 декабря.